Скажите, пожалуйста, какое имеет значение цветы, их размещение дома и так далее? Чем больше цветов, тем больше защиты. Любые цветы защищают дом от энергетического влияния. Если у ваших соседей плохо все, то если у соседей очень плохо, у них там болезни, или у соседей драма, у соседей депрессия, то стены каменные или какие-либо другие в скворечнике, которые называются многоквартирные дома, могут не срабатывать. И эти энергии или эти вибрации, они могут вытекать, перетекать, падать вниз, подниматься вверх. Обычно ночью это стекает сверху вниз, утром это все поднимается снизу вверх. И так вот происходит. То есть человек живет в доме на каком-либо этаже, эти все энергии поднимаются, опускаются и вот омывают всех людей. И все люди становятся одинаковыми такими. Одинаковыми на чувства. То есть под вами спит женщина, у которой там есть проблемы со здоровьем, она злится на что-то, у нее характер не очень хороший, она вредина. И муж ее точно такой же. У них дома скандал, они об эзотерике ничего не знают. Они дома ругаются, скандалят, матерятся, всех ненавидят, пишут, их колбасит. Все время там то корвалол, то валидол. А вы хотите, чтобы у вас дома было спокойствие. Легли и встали с плохим настроением. И говорите, да что ж такое? Вроде и настроение должно было быть хорошо. Вчера я видео смотрела, там мелодраму о счастье. А сейчас вот такое состояние. Что ж такое? Что ж произошло-то такое? А произошло-то такое перемещение энергетическое снизу вверх. Поэтому если ставить цветы, то тогда такое перемещение и вибрации энергетические забираются такими растениями. Поэтому дома находиться или ставить дома растения, это хорошо. Потому что растения, как правило, забирают энергетические тонкие вибрации ненависти и зависти. Пришли гости, цветок засох. Почему? Потому что позавидовали чему-то.